Девушки отдыхают Девушки отдыхают Украл телефон у подруги своей бабушки Школьник ответит в суде за совершенное преступление Отправились в колонию строгого режима Суд вынес приговор преступной группировки Которая причастна к шести эпизодам противоправной деятельности Абонент не абонент, а деньги-то утекли Очередной житель Бийска попался на удочку мошенников Учащийся Бийского колледжа предстал перед судом По обвинению в покушении на незаконный оборот наркотических средств По данным следствия несовершеннолетний, имея финансовые трудности Решил, так скажем, подзаработать на жизнь на продаже наркотиков Подростку поступила информация И он забрал небольшую партию синтетики А затем на территории Бийска Сделал несколько мелких закладок Именно в это время сотрудники полиции Задержали обвиняемого Взяли его с поличным В связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца При личном досмотре у юноши были изъяты оставшиеся 17 свертков с синтетикой Отметим, что сам обвиняемый никогда не употреблял наркотики В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся содеянным Товар, деньги, деньги, товар И никак иначе очередной житель Бийска попался на удочку мошенников Мужчина хотел приобрести оборудование для своей лодки А в итоге потерял крупную сумму денег На известном сайте Бийсчанин нашел объявление о продаже лодочного мотора Он подходит ему по всем параметрам Мужчина созвонился с продавцом Они пообщались и договорились о сделке Продавец попросил покупателя перечислить ему 35 тысяч рублей Что собственно и было сделано А дальше абонент не абонент и само объявление исчезло с сайта Вот так житель Наукограда стал жертвой мошенников В настоящее время по данному факту проводится проверка А между тем сотрудники правоохранительных органов в очередной Уже наверное в миллионный раз говорят о том Что не нужно перечислять деньги первым встречным Иначе вы просто можете лишиться своих сбережений Бийский подросток украл телефон у подруги своей бабушки И списал деньги, которые находились на балансе сим-карты Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка уже завершено Следователи собрали достаточно доказательств И сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу По данным следствия в ноябре прошлого года юноша находясь в гостях у своей бабушки Решил украсть сотовый телефон у ее подруги Которая находилась в это время в квартире Под предлогом сделать звонок он попросил у женщины телефон После чего проверив баланс сим-карты На которую была достаточно большая денежная сумма Не стал возвращать его хозяйке, а ушел домой В дальнейшем обвиняемый списал деньги сим-карты потерпевшей В сумме 6800 рублей и обналичивая, распорядившись ими по своему усмотрению Но это еще не все В дальнейшем похищенный сотовый телефон Несовершеннолетний подросток продал своему знакомому В ходе следствия парень полностью признал свою вину Сейчас за совершенное преступление Бейчанину грозит срок лишения свободы до 6 лет А следующая история про то, как друг оказался вдруг и решил подставить своего товарища Но сам, видимо того не ожидая или оказался недальновидным Стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по статье ложный донос Ситуация следующая Парень попросил друга сесть за руль своего автомобиля Ехали, вроде бы все было нормально Но в какой-то момент он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие Друг ехал, не справился с управлением, съехал в Кувейт Ну то есть никого, понятно, там не повредили То есть просто вред нанесен машине Когда начали выяснять между собой, что ты вот за рулем был Машина пострадала, будь любезен, в гражданско-правом порядке оплати себе ущерб А друг сказал, ты меня просил сесть за руль Я вот тебя предупреждал, что я не особенно умею водить машину Ну вот не справился, проблемы твои Дальше, чтобы хоть как-то компенсировать причиненный ущерб Хозяин автомобиля написал заявление в полицию и сообщил, что у него угнали машину В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что никакого преступления не было И пострадавший просто соврал Тогда в отношении него возбудили уголовное дело за ложный донос Он полностью признал свою вину и судебное заседание проходило в особом порядке В итоге его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа Ему придется заплатить 8 тысяч рублей Мы продолжаем В Бийском городском суде завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела По факту причинения тяжкого вреда здоровью Инцидент произошел весной 2016 года Бийчанка рано утром шла на работу, как вдруг из-за угла выскочил мужчина И плеснул в нее соляной кислотой Женщина получила сильные ожоги Серьезно пострадали лицо, шея и грудь Действиями осужденного был ей причинен тяжкий вред здоровью Который выразился в том, что она утратила трудоспособность не менее чем на одну треть Это во-первых, а во-вторых, ей были причинены неизгладимые телесные повреждения То есть те телесные повреждения, которые возможно исправить только посредством операции Следствие и судебное разбирательство в общей сложности длились больше двух с половиной лет Женщина с самого начала говорила о том, кто облил ее соляной кислотой Подозреваемый свою причастность отрицал и пояснял, что у него есть алиби Однако вина его была доказана Как было установлено, причиной такого жестокого поступка Стали сложившиеся личные неприязненные отношения между потерпевшей и осужденным В итоге виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы Этот срок он проведет в исправительной колонии общего режима Услугу оказала реальную, а деньги за это получила ненастоящие Бийский косметолог стала жертвой мошенников За проделанную работу клиентка рассчитала с ней поддельной двухтысячной купюрой То, что ее обманули, потерпевшая обнаружила не сразу Уже вечером бийчанка увидела у себя билет банка приколов Как выяснилось, клиентка даже и не хотела никого обманывать, а сама попалась на доверии Сувенирную банкноту ей дали на сдачу в одном из магазинов Наукограда И это далеко не единственный случай Двухтысячные дубли начали появляться в торговых точках Бийска еще с конца прошлого года Как правило, сувенирную продукцию преступники сбывали в небольших магазинах Где нет камер видеонаблюдения и специального оборудования для проверки подлинности купюр То, что в кассе вместо настоящих денег были билеты банка приколов Выяснилось при сдаче выручки в банк Однако часть игрушечных банкнот все же попали в кошельки бийчан Поймать нарушителей закона пока не удалось И потому сотрудники правоохранительных органов просят горожан быть внимательными И при обнаружении дублей незамедлительно сообщать об этом в полицию Данные преступления наносили массовый характер и не раскрыты на настоящее время В связи с чем просим обратить внимание на все поступающие купюры номиналом 2000 рублей Наличие на них надписей, как 2000 дублей, билет, банк, приколов и так далее Также обращать внимание на купюры номиналом 5000 рублей Наличие на них защитных признаков В Бейске будут судить 47-летнего мужчину, который подглядывал за женщиной в общественном туалете Говоря юридическим языком, бийчанин обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни Эта история произошла летом прошлого года 47-летний мужчина, находясь в общественном туалете торгового центра С целью удовлетворения интереса к ранее незнакомой ему женщине Решил подсмотреть за ней Причем не просто так Бийчанин через небольшой проем на свой телефон Начал фотографировать интимные подробности жизни потерпевшей женщины Которая находилась в соседней кабинке Добавим, что это была сотрудница данного торгового центра Когда женщина закричала, услышав шум от фотографирования и увидев телефон Мужчина выбежал из помещения Благодаря свидетелям, которые видели обвиняемого, а также камере видеонаблюдения В последствии удалось установить личный злоумышленника Своими противоправными действиями мужчина совершил незаконное собирание сведений О частной жизни потерпевшей, составляющих ее личную тайну, причинив ей моральный вред Следствием в настоящее время собрана достаточная доказательственная база И уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением Направлено в суд для рассмотрения по существу Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю напоминают Что нарушение неприкосновенности частной жизни является уголовным преступлением Статья 137 Максимальное наказание, которое грозит тем, кто желает заглянуть в личную жизнь Составляет до двух лет лишения свободы Сколько ни говори, все бестолку Такое ощущение, что в одно ухо влетает, из другого вылетает И причем нигде не задерживается Ну так же нельзя Наверное, пора уже и остепениться Пока многие доедают без соли Другие только и успевают обогащать мошенников Очередной жертвой преступников стала 56-летняя пенсионерка На счет неизвестных она перевела почти 60 тысяч рублей Бельская пенсионерка устала сидеть дома и решила податься на заработки Работу она искала через мобильное приложение В процессе изучения вакансий женщине поступил звонок Мужчина сообщил, что является представителем компании, где разрабатывают приложения, связанные с брокерской деятельностью Выслушав информацию, пенсионерка согласилась с предложением работать в сфере торговли И выполнила все команды неизвестного человека В результате она установила электронный кошелек, открыла счет и привязала банковские карты В общем, сделала все, что ей было сказано В результате всех этих манипуляций в течение двух дней бейчанка перевела мошенникам почти 60 тысяч рублей Ну а дальше вы, наверное, уже догадались, работодатель ушел в тень Бейчанка пришла к выводу, что денежные средства с ее карт были сняты обманным путем Да ладно! И обратилась с заявлением в полицию Сотрудники правоохранительных органов установили, что абонентский номер, с которого звонили жительницы Наукограда Зарегистрирован в Вологодской области Сейчас сотрудники межмуниципального управления МВД России Бийская Проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности предполагаемого мошенника А между тем участники преступной группировки получили срок за похищение человека За причинение тяжкого вреда здоровью Разбой, кражу, а также за оборот наркотиков в особо крупном размере Бийчане были признаны виновными в совершении шести различных преступлений О том, как проходило похищение, где преступники удерживали жертву И как ей удалось выбраться на свободу и сообщить о произошедшем, расскажем далее Все произошло в декабре 2017 года Тогда, находясь в Барнауле, неоднократно судимый 24-летний бийчанин Совместно со своим знакомым увидели, как незнакомая женщина садилась в дорогой автомобиль Они вступили в предварительный сговор и решили похитить имущество автоледи Один из мужчин открыл водительскую дверь и брызнул в лицо женщине из газового баллончика А затем, переместив потерпевшую на заднее сидение автомобиля Злоумышленники вывезли ее на территорию Бийска, где удерживали в арендованной квартире Они угрожали потерпевшей, в том числе демонстрируя нож Завладев денежными средствами, золотыми украшениями, автомобилем и мобильным телефоном потерпевшей Мужчины распорядились данным имуществом по своему усмотрению В один из дней похититель забыл закрыть дверь квартиры, в которой удерживали женщину Она сбежала и сообщила о преступлении сотрудникам правоохранительных органов Свою вину осужденные признали частично Они утверждали, что умысла на похищение женщины у них не было И впоследствии они хотели ее отпустить Позже выяснилось, что это далеко не единственное преступление, которое совершили осужденные Так, 24-летний Вичанин похитил у своего бывшего работодателя денежный ящик В котором находились более 12 тысяч рублей А в ноябре 2017 года он совместно со своим 23-летним подельником Проник в один из магазинов села Зональное Где совершил хищение кассового аппарата и денежных средств в размере 50 тысяч рублей Кроме того, через несколько дней в подъезде жилого дома в Барнауле Мужчины пытались ограбить 33-летнюю учительницу, причинив ей тяжкий бред здоровью А также 24-летнему жителю Бийска было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств В итоге неоднократно судимые жители Бийска признаны судом виновными в совершении ряда имущественных преступлений А также похищении молодой женщины Им было назначено наказание в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Третьему бийчанину за кражу и покушение на грабеж дали 3 года лишения свободы условно Что ж, это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо. Увидимся через неделю. Пока Все, давай, все, пошел, пошел Давай Счастливо 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 Счастливо